Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале Киркоров. Я не успела разместить материал о том, что кто ж его посадит, потому что у него был выбор. И только я его разместила, как новость о том, что Киркоров подал иск в отношении власти, то есть услуг. Он считает, что его не известили, что есть некие ошибки. Но это давайте оставим пока за кадром. Его иск, то есть что в этом иске, о чем в этом иске сообщается. Но я хочу сказать, что доля ошибки власти есть. Вполне возможно, я буду корректна в своих оценочных мнениях, несмотря на то, что я делаю прогноз все-таки. Могла бы более точно давать, но буду корректной. Дело в том, что против Киркорова и вообще для Киркорова начинается новый период. Опять же напоминаю, у меня где-то есть, по-моему, в плейлисте или в гороскопе, в плейлисте «Матрица судьбы» или же в гороскопах обнуление Киркорова. И это обнуление происходит. Будут финансовые потери. А то, что происходит именно сейчас, начиная с декабря месяца, и оно вот, знаете, совпадает, как говорят, копейка в копейку. 6 числа произошла ситуация такая пиковая, но я думаю, что он 6 числа за ночь и состряпали, а не эту бумагу, иск в суд против, ну, вот этой команды, которая отвечает за услуги, за штрафы и так далее. Что здесь будет происходить? Это определенные сложности будут. И, кроме того, здесь просто-напросто у Киркорова начинается гормональная перестройка. Ну, мальчик уже большой, уже с точки зрения, если бы я говорила о женщине, когда я делаю прогноз или «Матрицу» иногда смотрю, я бы сказала, что климакс. У мужчин тоже есть этот климакс, и это все вместе совпадает. Когда идет гормональная перестройка, спад энергетики, то есть человек начинает мудреть, ну, стареть, да, это мудрость, то энергия меняется, и я, наверное, буду сейчас говорить такие вещи, ну, у меня большая часть моих зрителей, моих почитателей, моя группа поддержки – это женщины, то женщина, когда у нее начинается ежемесячно какие-то ситуации, ну, по женской части, да, то энергетика совершенно другая, даже запах другой, то есть энергетика пахнет отталкивающими какими-то, знаете, энергетика женщины с месячными, ну, вот я уже буду называть своими именами, она как бы неприемлема другими, скажем так, людьми. Это могут быть и женщины, и дети, и мужчины, то есть общество это не приемлет. Почему женщине с месячными запрещено посещать, например, храм? То есть это получается с точки зрения и медицины, с точки зрения природы, Вселенной, женщина очищается. Так вот, здесь у него то идет немножко другое очищение будет. Это очищение будет происходить через финансовые потери, будут некие ситуации, связанные с судебными процессами, и это никуда не денешься, через это надо пройти. Что касается кармической проработки, которая запускается, начиная именно вот с декабря, ну, она у него уже давно запустилась, но громко вот такие уже как бы попытка Филя к ноге, она именно запустилась в декабре месяце. Я немножко чуть позже вам расскажу. Что происходит на данном этапе? Во-первых, он по прогнозу телец, по рождению телец. И я уже говорила, у меня есть тоже где-то в гороскопах, и достаточно большое количество просмотров, это информация по урану. И то, что уран делает, это, конечно, немножко жутковато, но здесь ситуация следующая. Уран зацепит, или же кризис зацепит, богатых зацепит, ну, а средние свои населения, они будут без хлеба, ну, а низшие, или как там, свои населения, они умрут из голоду. Так вот, я хочу сказать, что у Киркорова потери будут, и уран его уже зацепил, и эта вот ситуация, она продолжается достаточно уже долго. Закончится, ну, более-менее, где-то к осени 22-го года, не раньше. Это даже вот я бы сказала, что, ну, будет ли дальше, давайте я потом сделаю, чтобы я не перескакивала. Что происходит? В партнерстве неверность, ложь, некая ревность, это все, вот эти, ревность я имею в виду по партнерскому, в шоу-бизнесе, да, и это все отравляет атмосферу в партнерских отношениях, и это некие расставания, это, ну, если бы у него была жена, я бы сказала, это сигнализирует о предстоящем разводе, и это будет, это случится не раньше, чем вот, даже я бы сказала, в пик нового года, то есть, ну, числа, может, до 29-го, может быть, 28-го, но мы об этом услышим, потому что вот та ситуация, когда он купался в какашках, вот это вот, все много говорили, а сейчас как бы, знаете, такое уже обнуление, ну, уже хватит, надоел, все, уже, вы знаете, уран этот смотрит на него и думает, господи, как же ты надоел, да, а тут еще и другие планеты, они приходят и деньги отнимают, у него начинается раздвоение личности, причем оно уже давно началось, вот этот, знаете, как психологический человек неустойчив, то есть, его несет, несет и несет, и здесь, конечно же, можно предполагать и злоупотребление какими-то лекарствами, это тоже есть, во-первых, все способности реализовать какие-то собственные намерения, вряд ли проявляются слабости, боязнь, и вот это все, оно начнет реализовываться ближе к концу года, хотя, хотя, если власти, это все, если брать власти, то это все будет продолжаться где-то практически до конца года, но то, что будут потери, это однозначно, то есть планета счастья, та же Юпитер, она, как говорится, отвернется попой и, в общем-то, скажет, да берите все, что хотите, у него достаточно, ну, я вам скажу больше, что пир во время чумы никогда не оставался безнаказанным, пусть это будет Господь Бог, пусть это будут какие-то темные, светлые силы, мне уже здесь не важно, но сам факт, что всегда люди, устраивающие пир во время чумы, они за это несут ответственность, вот эти балы, вот это вот появление в таком роскошном виде и пренебрежение ко всем, ну, как говорится, Россия, может, и Европа, но не до такой степени, даже на Западе, в той же Америке, вы посмотрите, что происходит с некоторыми, и с людьми, и с шоу-бизнеса, однозначно будут потери, что про дружеские отношения, да, здесь очень такое нехорошее предзнаменование, и некие такие надежды на то, что это все уляжет, что это все реализуется, конечно же, есть отчуждение, и здесь может проявляться еще у него, почему может, это постоянно у него проявляется, это тщеславные планы, это попытка поднятия социального престижа, это все не осуществится, и в данной ситуации, вот это, кто же его посадит, он памятник, конечно же, его не посадят, я сделала материал небольшой, но потери он понесет, потому что, вот так хочется сказать, что уважаемые, уважаемые, да, уважаемые, уважаемый шоу-бизнес, вспомните Михаила Ефремова, если вы думаете, что если вы там где-то подлизнули, где-то выступили, где-то спели, где-то кого-то обняли, с кем-то на короткой ноге, то поверьте, все вот такие вот огромные ситуации, которые создаются, раздуваются, и никак не могут закончиться, то есть вы понимаете, о чем я говорю, как правило, кусочек, да, отрывают, это некая будет попытка немножечко осадить, то есть если не посадить, то осадить на этот памятник, вот сидишь на кресле там царском с короной, ну вот и сиди, только не вылазь никуда, это некая предстоящая разлука, и я скажу честно, я боюсь, боюсь, что здесь еще могут, у него очень много врагов, и враги есть у него во власти, потому что он от власти с руки питается, и в то же время у него такая манера отношения, общения, да, несколько я выше тебя, хотя, в общем-то, задушить, ну, можно задушить в этой жизни каждого, или испортить жизнь, и у него здесь достаточно много врагов, которые так или иначе будут этому радоваться, и могут ничего не сделать, но потери будут. Что касается здоровья, что касается здоровья, то здесь обмены веществ, я уже говорила, да, по большому счету идет гормональная перестройка организма, то есть человек взрослеет, мудреет, он должен стать мудрым, в крайнем случае к концу года он однозначно должен помудреть, иначе обратно вернется, как вам сказать, вот это обнуление, оно вернется однозначно обратно, и придется проходить это все еще разок, ну, это сложный период, конечно, и здесь по большому счету можно верить, можно не верить в Бога, во Вселенную, в звезды, но почитать это и уважать тех, кто рядышком, конечно же, надо и нужно, поэтому здесь у него гормональная перестройка, она еще может дать достаточно такие сложные заболевания, ну, о которых я не хочу распространяться, но для него, для него, это до весны, где-то по март месяц, это период революции в сознании, это борьба за и против, и причем за и против определенного мировоззрения, культурных или духовных ценностей, научных течений, то есть существующих порядков и даже закона, и это будет серьезный такой период столкновения с органами правозащиты, и здесь могут, может быть, ему могут начать помогать, я скажу так, что я бы хотела предупредить его не принимать помощь, пособничество от криминальных элементов, коррумпированных структур, какая-то тайная деятельность может вестись, да, потому что это даст такую ломку интересов и жизненных перспектив, то есть это неудачи везде кругом, да, что касается период революции, то, видите, он не пойдет на улицу с плакатами там «Долой Путина, долой там QR-коды» или еще что-то, нет, у него период революции и борьба за то, что он избранный, он не такой, как все, он как бы заслужил, я не знаю, есть у него заслуженный или нет, но он заслужил, чтобы перед ним, чтобы если у него штраф, так может быть и не надо этот штраф, а почему не заплатить из бюджета или еще что-то, то есть здесь, знаете, вот этот кармический узел, который потянут за ниточку и начнет, очень много ему весы не смогут взвесить все то, что ему могут, скажем так, предъявить, поэтому это не лучшее время для выяснения отношения, и в первом своем материале я сказала, что я предполагаю, потому что я даже не смотрела его, что он заплатит эти 90 штрафов и все как бы, да, но я думаю, что даже если бы он их заплатил, я уже буду, так сказать, честна перед вами, чтобы вы понимали, то велика вероятность еще и лишения каких-то прав, да, это время не надо пользоваться чужими деньгами, деньгами партнеров по бизнесу, и здесь у него еще будут неудачи за рубежом, неудачи за рубежом, здесь потери, если у него где-то есть, может быть, собственность или еще что-то, если он, может быть, не вошел какой-то в санкционный список, то он в него может войти, и это все начнет раскручиваться именно в конце года, это где-то, ну, давайте с числа 27-го по... вот это начнет уже, может быть, какие-то санкционные где-то ближе к концу января, то есть если там у нас в конце декабря 21-го, то здесь это будет тянуться, тянуться, может выстрелить где-то в конце января, ну, может, числа 28-го, может быть, причем это будет с утра, вот просто как-то, ну, мы-то узнаем с вами позже. Выбор, выбор, здесь будет стоять выбор, конечно же, он будет пытаться, возможно, где-то притянуть за уши какую-то женщину, мать своих детей, потому что там еще с детьми, вы знаете, мне в этой ситуации жалко детей, жалко детей, которые, скажем так, я посмотрела на его девочку, а девочка-то ведь настолько взрослая выглядит, то есть она настолько всего понимает, ну, видела, да, конечно, склад ума, вот эта вся философия детская, она там есть, но ребенок, в общем-то, с ним это, знаете, как подружка, поэтому тут надо, ну, здесь один только совет, это правильно распределять энергию, доходы, ресурсы, и прежде всего здесь все будет касаться социальной справедливости. Уран, послушайте, посмотрите мой материал по Урану, там долго, много говорим, как бы перескакиваем с одной темы на другую, потому что это было в чате, и я отвлекалась много, но то, что происходит, оно так и есть, поэтому потери за рубежом его ждут, я думаю, что у него есть некое имущество где-то, вполне возможно, что кто-то это, так сказать, посодействует, я знаю, что ему закрыли дорогу в Украину, вполне возможно, что оттуда будут какие-то и идти вот эти вот отголоски. Ладно, что еще? Конечно же, это период страсти, это период эмоций, когда поступки идут вразрез с мыслями, они уже давно идут, и могут стать помехой его делам, но в крайнем случае то, что произошло вот сейчас в декабре-начале, это будет так или иначе, ну, там запустятся другие, повылазят другие тараканы, потому что это человек, который все время ищет, куда приложить свои усилия, для него всякий скандал, это хайп, это дополнительно, чтобы о нем говорили и так далее. Ну, я боюсь, я боюсь, чтобы он не попал опять в места не столь отдаленные, или же дома не начал лечить свою нервную систему, психику, вот это все, да, но ему надо просто избегать рискованных, каких-то авантюрных предприятий, бескомпромиссности, особенно в деловых контактах с людьми, ну, с такими, знаете, мягко скажем, может, криминальные, может, люди подозрительные, может быть, еще где-то что-то, потому что у него еще есть и некие обманы, некие потери именно, ну, может быть, по доверию, может быть, где-то обманы, что-то недочитали, но у него есть же куча адвокатов, поэтому я думаю, что там не может быть, ну, где-то, значит, без участия адвокатуры, и это период неуспокоенности мысли может показать необходимость серьезного поиска в деловой сфере. Еще раз напоминаю, где-то, по-моему, в плейлисте «Матрица судьбы» есть краткая матрица Киркорова, и там я говорю, что у него будет спад и будет смена, может быть, он петь перестанет, может быть, еще что-то, но попытка, знаете, вот, бывает такой период, что, ну, не люблю я вот этим заниматься, все, надоело, почему люди иногда меняют специфику профессии или еще что-то, а вот надоело, все, не могу, а еще не то, что надоело, а не получается, ты вроде ищешь, ты стараешься, ты работаешь день и ночь, ты истоптал все ботинки, ища работу, да, по профессии, потому что опыт работы большой, ты хороший специалист, а ничего найти не может, все, не можешь, все, идет обнуление, и дальше никуда, поэтому здесь, конечно же, ну, возможно, возможно, стремление к сотрудничеству с какой-то, со своей социальной средой, но на иной основе, социальная среда на иной основе, ну, я бы могла, конечно, предположить, но я еще буду по нему делать материал, я вам тогда скажу, что касается кармических корней, кармических узлов, что на самом деле развязывается и что происходит, ну, во-первых, я могу для астрологов, очень хорошо ему помогает черная луна лилит, это та же ситуация, что с Волочковой, Волочкова где-то пописала под елочкой, да, и все, и ее начинают шоу, туда-сюда ее приглашают, ей платят, она улыбается, она там плачет, или еще 100 грамм выпьет, чтобы рейтинг был, то есть вы понимаете, за миллиончик она посидела, но здесь, конечно же, будут проблемы у него, черная луна лилит, она так или, иначе она его потом сдаст, но я думаю, что не в этом может быть году, да, что касается, вот именно, его как человека, то, конечно, будет очень сильно плющить его где-то в июне месяце, это будет попытка переделать, это будут запуститься кармические узлы июль-август, и я боюсь, что здесь вообще будет такая, знаете, кардинальная жесткая проработка, могут быть потери, а я сегодня вот буквально выйдет прогноз по России на 22-й год, я забыла упомянуть, хотя я где-то уже говорила, что именно лето и август, вот эти периоды, это будут очень жесткими, как в России, кстати, в Беларуси тоже, но я еще Беларусь не смотрела, я гляну, это могут быть какие-то наводнения, это могут быть дефолты, это могут быть пожары, это природные какие-то катаклизмы, это все, что хотите, вот, знаете, так захотелось сказать, но я скажу, я могу, я предполагаю, да, как бы, вот так скажу, что какой-нибудь министр финансов вместе с портфелем и с карточкой всего бюджета того же Киркорова уедет куда-то в неизвестном направлении, где в океане уже построили для него остров и так далее, ну, это так, это так, знаете, кратенькие мечты, да, может быть, и не мечты, что касается недвижимости, что касается средств и все вот это, что, за счет чего мы, за что хватаемся, живем, да, ради чего не спим ночами, все домой, все домой, все домой, конечно же, здесь у него потери будут, и эти потери будут достаточно серьезными, я уже говорила, а вот где-то, 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 где же, где же, я вот уже так упустила, ну, вы знаете, что, ну, вот, например, февраль месяц, у него там проблемы будут, я уже говорила, конец января, да, февраль захватит, именно захватит, где-то такая еще пиковая дата будет, может быть, где-то к числу 15-му, 19-му, будет жестко, потому что расходы будут, ему надо стараться не говорить резко, не сплетничать, не болтать, во-вторых, у него будет увеличиваться аппетит, не только что-то заработать, но и просто опокушать, да, и здесь будут беспокойства в семейных делах, и это не, ну, я бы не сказала, что это не самый лучший период для приобретения драгоценностей, публичных каких-то речей, то есть это период такого, знаете, как тихо, мирного такого и самоизоляции, вот что, ну, для этого надо, конечно, прислушаться к хорошим советам, например, начать просто тупо читать, да, вот просто тупо читать, потому что так просто это не пройдет, он, скорее всего, что, может быть, вкладывать начнет деньги в какие-то бриллианты или золото, да, но здесь идет, здесь, знаете, как, все есть, и паспорт есть, и виза есть, и деньги есть, и все любят, все почитают, но вы не можете, проезд закрыт, вселенная поставила шлагбаум, и здесь будет очень много заторов, будут оскорбления, что касается роста доходов, его не будет, потому что будут некие потери, хотя без денег он не останется, у него их так много, что, знаете, далее, он будет все-таки заниматься домашними какими-то финансами, недвижимым этим имуществом, поэтому, конечно, это будет некий стрессовый период, и, ну, возможны экстравагантность, то есть, знаете, вот он может быть настолько экстравагантен, вот как с этим днем рождения Аллы Виктории недавно, да, который прошел, что могут возникнуть затруднения в делах, это, ну, женщины какие-то будут все-таки здесь еще фигурировать, я боюсь, что это могут быть женщины, которые нужны будут для решения каких-то вопросов, женщины, которые так или иначе будут вводиться в семью, додумывайте сами, да, и все деловая активность, конечно же, может быть связана еще с какими-то услугами, недвижимым имуществом, тем более, что у него там, ну, во-первых, будет некая трата денег, он будет покупать предметы искусства, роскошь для дома, и покупает человек не для того, что ему это надо, а надо куда-то вкладывать деньги, но, не знаю, но вот все-таки потери у него есть, и если он это скупит и наполнит свой дворец картинами, золотом, бриллиантами, то планета Уран, которая инспектирует сельца, а это катаклизмы, это информация, это инфекции, если хотите, она просто смоет этот дворец с лица земли, грубо говоря, да, ну, не дай бог, конечно, что касается его понимания, что происходит и так далее, ну, здесь, конечно, сложно, здесь достаточно сложно, большие, скажем так, проблемы с подсознательными процессами, а кармический узел, который, как правило, кармические узлы, они еще переходят с одной сферы деятельности в другую, наказывать они его, конечно, развязываться будут в где-то июнь, июль, август, продлится это до середины ноября где-то, но я хочу сказать, что ситуация с жизнью, то есть, вот он, как мужчина, я боюсь, что он может уехать из страны, и уехать он может ближе к весне, то есть, вот именно, может быть, даже, может быть, в июне, может быть, в мае, потому что у него настолько подсознание, вот эти все, психология в таком сложном, противоречивом понимании, но он делает, что хочет, понимаете, он только еще не писает под елочкой, ну, простите меня, пожалуйста, но вот эти вот события, которые сейчас проходят через дом, да, вот его именно на дом, они закончатся где-то начало января, но кармический узел, он через корни дом семью, он будет проходить, что касается детей, то, да, это плохой вот период для, как вам сказать правильно, для празднования каких-то праздников, я уже говорила, что первое время чумы, это лишнее, и по детям, ну, здесь, конечно же, будут некие разборки, и вот именно январь, и где-то до конца февраля у него это будет, конечно же, проблемы со здоровьем, и знаете, как говорят иногда в миру, да, горе от детей, печалька, да, поэтому будут какие-то ситуации, где он, может быть, будет себя некрасиво вести, но здесь надо каким-то образом, ну, немножко, знаете, опуститься на землю, в целом, что касается здоровья, то здесь здоровье, то есть его здоровье, это все зависит, конечно же, от детей, от творчества, все то, что у него происходит, и у него такая идет проработка, корни, дом, семья, здоровье, и его личность, вы знаете, я боюсь, я боюсь, чтобы у него, может быть, отец уйдет, или еще что-то, потому что здесь могут быть некие такие потери, которые невосполнимы, да, и, как правило, эти потери, они, знаете, как иногда, я пришел что-то взять, или кого-то взять, но я еще не решил, да, вот так вот иногда бывает, поэтому здесь на первый план как бы отец, вот, Бедрос выходит, да, но Вселенная его еще как бы так, по большому счету, может, его уже и как бы бывает иногда говорят, что вот человек уже отписан на свет, на тот свет, его уже здесь нет, что касается, ну, много света, много света, уходит это все, ну, если Киркоров умеет с этой информацией работать, что, дескать, ну, вот возраст такой, да, и так далее, то это будет, конечно, хорошо, но это будет крайне болезненно, крайне болезненно, потому что здесь придется, вот эта энергия, знаете, как, которая будет, и она будет, так или иначе, будет реализовываться, она очень может дать серьезный толчок, а это все по Плутону, очень серьезный толчок по здоровью, по психологии, то есть, вот это обнуление, о котором я уже говорила ранее, это будет некий такой попытка изменить, ну, ты много знаешь, ты много умеешь, а что ты сделал, вот для того, чтобы было всем хорошо, поэтому здесь могут быть и какие-то злокачественные перерождения ткани, и здесь может пострадать кишечник, поперечно-ободочная кишка, ну, я вот так вот, да, а вообще это нервное истощение, и это даст тенденцию работать еще много до изнеможения, то есть, понимаете, вселенная, как я уже говорила, поставила шлагбаум, все, вам нельзя, вам надо отдохнуть, вам надо подумать, вам надо успокоиться, может, подлечиться, и так далее, нет, я хочу работать, я думаю, что вам всем, дорогие мои, известны такие моменты, когда действительно, хочешь, не хочешь, а хочется работать, ну, вот руки не терпят, да, поэтому здесь будет, конечно же, это все будет, будет, будет сложновато, но, может ли привести болезнь к смерти, я не буду говорить, но указания такие есть, знаете, как иногда бывает, во-первых, я вам приведу такой пример, несколько может быть, не к месту, но он покажет, у меня когда-то был попугай, мне подарили мои ученики, когда я работала в школе, я заболела, они мне привезли попугая вместе с клеткой, ну, может быть, там родители отказались, они мне привезли его, попугай был очень умный, очень интересный, и он был, знаете, чем интересен, что нас очень радовало, когда ты идешь мимо, или вот его кормишь, и его зацепил, он должен обязательно тебя клюнуть, и вот он как дурак, носится по клетке, по кругу, и ловит, когда ты идешь мимо, и я очень часто иногда говорю, что у меня был такой попугай, который, я к чему это рассказываю, Филипп Киркоров привык жить, идти по жизни, быть победителем, да, и в данной ситуации, с этими штрафами и так далее, но там больше, чем штрафы, там, поверьте, там мало того, что попытка, скажем так, всех остановить, потому что то, что делает, это гамора, да, вот то, что происходит в шоу-бизнесе, но и здесь попался Киркоров, а тут еще чум во время, как пир во время чумы, да, вроде как бы, вот это все, что происходит, он не поддерживает, он не рекламирует, да, как другие, и здесь я думаю, что будет достаточно серьезная такая ответочка, а уклюнуть, победить будет сложно, и вот это вот изнеможение, вот это вот расстройство, ну что, я же король, я же памятник, что ж вы меня так обижаете, что ж вы меня не цените, поэтому здесь, конечно же, будут проблемы, потери, потери, ну, здесь, знаете как, здесь идет, 50 на 50, и это все может затянуться, где-то, ну, до числа 10 февраля 22 года, может развязаться раньше, но факт то, что здесь будет некая попытка, некие короткие поездки, их будет много, и это подписание каких-то контрактов, договоров, судов, тяжб, и все вместе, я бы не, я мало верю, что это все выльется в какой-то такой хиппи-энд, но попытка вот такого вот решения как бы есть, и да, кармический еще узел у него по карьере, и здесь идет уран, и это все быстро, это причем пиковых дат очень много по всему, и прежде всего здесь завязывается карьера и корни дом-семья, то есть там, где он живет, ну, здесь одно, здесь, ну, вот у меня проработка была, это очень жесткая проработка, очень жесткая проработка, поверьте, у меня мама ушла, но я с мамой была до последнего, и здесь, как это может проиграться, я знаю, что есть разговоры, там какие-то разборки по детям, которые рождены, ну, скажем, не в браке, да, и так далее, за которых платили, вывели там в пробирках, или где там еще, ну, я это все, туфтологию как бы немножко утрирую, простите меня за это, и здесь, конечно же, может быть еще и вот это, и это будет очень проходить так быстро как-то, и в то же время медленно, вроде, и его положение в социуме, вот то, как мы с вами будем видеть, как его будут, здесь его черная луна лилит, будет всячески сдавать, все, да нет, вы что, я здесь ни при чем, ну, была я на балу, да, ну, потанцевала, ну, выпила, все, я здесь ни при чем, поэтому, конечно же, будут большие разочарования, и многие двери перед ним будут закрываться, то, что я, в принципе, и говорила, я просто сейчас смотрю его узлы кармические, как они будут развязываться, поэтому немножко долго, и он станет, понимаете, друзья, его, его начнут сдавать друзья, и будут некие роковые события, какие-то несчастные случаи, и он, или же его будут предавать, вот, те, с кем он там, не знаю, в какашках валялся, да, или же он будет очернять своих друзей, и он может даже попасть под влияние спонсоров, меценатов, в мафиозе каких-то, которые будут его подчинять своей воле, я думаю, что мы можем услышать, например, одобрямс призыв всех, скажем так, лечиться, лечиться и лечиться, ну, все то, что происходит, что касается изоляции, ну, изоляции у него нет, изоляции, с изоляцией у него все прекрасно, но то, что летом он может куда-то, уехать, ну, может страну покинуть, может быть, будет попытка покинуть страны, но там будут какие-то проблемы, проблемы все-таки с потерями, может быть, он будет это, ну, может, не дадут все вывести, то, что он имеет, скажем так, но в данной ситуации попытка куда-то уехать, куда-то рвануть, хотя пиковых ситуаций я не вижу, но мысли или же подталкивание может быть, может быть, такое и будет, но все, что к нему приходит из подсознания, его мышления, вот все то, о чем я говорю, можете послушать мои стримы, как с этим работать, ну, это самоубийство, и это, он проходит действительно период обнуления, период путаницы, период понимания, период пустого, знаете, как, я когда проходила переподготовку на психолога, и я не помню, кто-то по психологии из профессоров спросил, скажите, представьте, что вы лягушка, вас бросили в банку с водой, огромная банка, ну, не молоко, или что можно сбить сметану, будете ли вы вылазить из этой банки, и вы знаете, практически никто не поднял руку, ну, ваша покорная слуга подняла, потому что, а что делать, да, ну, ты же не будешь сразу утонешь, ты же все-таки там будешь барахтаться с этой точки зрения, я думаю, что я права, так вот, он будет пытаться все-таки, находясь в этой банке с узким горлышком, что-то там взбивать, ну, в целом, все-таки, деньги у него есть, если он справится со своими подсознательными процессами, так и хочется, приходите ко мне на консультацию, и мы решим все вопросы, и вы будете сидеть, как царь в своем кресле, потому что так или иначе, это все равно произойдет. Здесь самое главное, как распределить свои силы, чтобы, как бы, есть такое выражение, ничего не делание, ничего не делание, вот это, наверное, тот случай, тот период, но, опять же, можно ничего не делать, и тоже попасть в какую-то ситуацию, из которой не выбраться. Дорогие мои, я желаю вам здоровья, для тех, кому нужны прогнозы, может быть, консультации, матрица судьбы, добро пожаловать. С вами была я, Зоя Климюк, психолог, энергопсихолог, астролог, аналитик. Удачи, аналитика, удачи, аналитика.